всем привет 28 февраля меня в предыдущем видео поправили сказали что там сказала сентября возможно и сказала голова больная могу сказать все что угодно и прослушивала и даже не услышала что я ошиблась смотрите голуби оголилась земля от снега что они там ищут может кто-то что-то с балкона им там посыпал может быть и нет но факт то что что-то они там клюют голубей у нас море спугнули полетели смотрите весь снег уже подтаял на улице прям лужи текут и так тепло так хорошо прям вообще ветра нет опять тишина не знаю может с той стороны ветер есть но здесь ветра нет понесла женщина цветочки желтенькие может быть у кого-то день рождения по моему тюльпаны к 8 марта еще рано покупать я сегодня себя чувствую получше но все равно такое состояние еще слабости присутствует но я не расслабляюсь продолжая пить все что можно и нельзя чтобы как-то поддержать свой организм эти мол халюси пришли теперь сюда мои сладкие надо что-нибудь им посыпать сейчас пойду им у меня там пшено есть приду посыплю им вот и такая думаю пойду-ка я выйду посмотрю что на балконе делается ну из балкона что на улице делается у меня вот там где магазин сказка это там дальше здание вот это серенькое это упак центр там есть продают всевозможные пакеты вот я сегодня бы хотела бы не знаю сейчас еще чуть-чуть посмотрю как я себя буду чувствовать и может быть схожу туда посмотрю какие там есть упаковочные пакеты и сколько они стоят что-то я сидела сидела я же также вот до конца не перебрал свою пряжу так у меня две полки не перебраны и я такая думаю может быть я схожу посмотрю что там за пакеты и если пример приемлемая цена будет то я куплю чтобы расфасовать в эти пакеты вот смотрите какая туча алиса мне сказал зала что усиление ветра до 10 метров в секунду и возможен снег так что может быть вот это солнышко она ненадолго опять будет что-то там такие красивые облака бесподобные вот вам хорошего дня смотрите у нас летом продают мороженое вот таких вот замечательных контейнерах они пластмасса толстенькая я не выбрасываю такие контейнеры и постоянно в них вот храню что-то из вот таких сыпучих круп вот я сюда пересыпала свою гречку и вот помещается в этот контейнер ровно ну упаковка смотрите в каком году у меня куплен 2014 год до сих пор этот контейнер как будто я его купила вот только видите в таком хорошем виде так что такой такой бесплатный совет от меня и я вам рассказывала что у меня все мои крупы находятся вот в таких упаковках варила сегодня в турке кофе спасибо вам что вы подсказали как называется я вечером у дочери тоже спросила кофе конечно изумительный здесь у меня чай кофе моё рассыпучие закончилась здесь у меня заваренный свежий чай сейчас заварила видите сколько я всего завариваю чтобы на раз выпить и потом еще раз заварить здесь пол чайной ложки и заварки вот так я уже для себя выверила сколько мне нужно а здесь у меня кипятится водичка знаете с утра есть не хотелось кофе попила а сейчас мне захотелось пельмешка сейчас сварю пельмешки покушаю и потом возможно пойду выйду на улицу я вчера не ходила мне хлеб закончился как было мне он очень-то не нужен но тем не менее надо думать плиту еще сегодня не мыло ее так что такие вот дела делюсь бесплатным лайфхаком я уже как-то показывала да вот у меня в общем-то печка она не очень грязная я как бы стараюсь каждый раз после того как я попользуюсь печкой да вот допустим вчера приготовила к примеру и тут же стараюсь помыть но тут вот эти вот выемки они почему-то все равно как бы я не мыло они все равно становятся какие-то грязные вот что я делаю в таких случаях она у меня не загаженная до появляются такие желтенькие непонятно откуда но я так думаю что все равно жир как-то может брызгает может еще что-то вот как я таком случае поступаю моющие чистящие я накладываю намазываю как хотите это назовите да и затем вот я думаю у всех есть вот такие щетки зубные я допустим их как бы месяц мы максимум полтора и меняю но рекомендуют так и я так делаю у меня этих щеток вот я их вот сюда складываю да вот у меня еще одна лежит там еще надо принести уже одна я новую уже поставила ту еще сюда не принесла вот и они у меня постоянно в ходу вы видите и вот еще здесь в общем у меня эти щетки я их не выкидываю вообще они постоянно у меня где-то то пригождаются и вот чтобы зачем перчатку одевать зачем мы одевать там или руками вот это все делать аккуратненько щеткой все так промазали до особенно вот эти места очень хорошо очищается просто чудесно это все чистится это вот я как бы не знаю когда чистила эти ручки я не часто их чищу и они у меня уже загрязнились вот как раз пока у меня закипает вода у меня есть повод почистить это все и я вот так аккуратненько все это вычищаю ай все попадало простите за такой громкий звук все это вычищается элементарно и все это чисто здесь у меня я порезала лимон с сахаром который сейчас пью пользуюсь всеми какими можно лайфхаками ой сильно это тоже все здесь всякую щель можно пролезть это щеткой я очень часто это делаю все это очищается вот так что пользуйтесь на здоровье если вы этого еще не делали ну вот пока у меня там еще вата видите даже не закипела я уже почистила почистила свою печку с этой стороны там сейчас сварится ту сторону почищу и она как будто бы только что купленная видите везде все почистилась быстро без проблем на так что если вы еще не пользуетесь таким лайфхаком пожалуйста все для вас алиса не обманула снег идет на улице я сходила в упак центр оставила там немножко нервов стоит за прилавком и там бумажные цветы пакуют кулечки не подошла не спросила что вы хотите ничего я думаю ладно обычно же заходишь в магазин спрашивают вам что-нибудь подсказать а здесь ноль эмоций я прошлась по всему магазину посмотрела не нашла то что мне нужно подошла говорю вас оторвать можно она можно с таким этим гонором я говорю вас есть такие кулечки вот чтобы можно было бы упаковать пряжу нет я еще раз обошлась ну прошлась смотрю вот такими как я хотела замочками есть кульки стоит 100 штук 500 ну короче около 600 рублей я конечно подумала мне такие кулечки золотые не нужны я у нее спрашиваю скажите а у вас есть какой-нибудь большого размера кулечки прозрачные нет говорит представляете снеговик кто-то слепил растаял уже почти я еще раз прошла посмотрела нашла вот эти кулечки которые ну вот эти продуктовые там написано 30 на 40 но они как раз меня устраивает 30 на 40 я уже подошла к кассе она продолжает все это не отрываясь лепить я говорю мне кульки вот эти которые стоят там они 500 штук 215 рублей вот она сейчас и продолжает лепить подошла женщина она продолжает утиленно лепить но я стою молча и на женщину глянула она мне так это улыбнулась ну представляете потом она взяла ножницы там что-то обрезала потом у нее зазвонил телефон она зашла в подсобку и развернулась и ушла вот так я купила себе пакет не пакета пакеты видимо она сидит на зарплате не заинтересована в клиентах я вообще я такого беспредела уже очень давно не встречала мне просто смешно честное слово так такое неуважение к покупателям не что ли так везет я же говорила что если у нас той стороны тихо то с этой стороны ветер сдует пошла я пришла я домой и как вы думаете чем я тут занимаюсь ну во первых я хотела еще сказать что я вот купила а я не рассказал что из того магазина пошла в фикс прайс разозлилась и пошла думаю схожу-ка я фикс прайс посмотрю что там есть фикс прайсе но пришла фикс прайс купила вот такие вот такую губку не закончилась увидела и думаю надо купить пока увидела и купила такие тряпочки очень удобные тряпочки это я уже раскрыла для того чтобы посмотреть у меня есть но я всегда покупаю как бы чтобы у меня были с запасом и эти увидела думать такие же или не такие это такие же здесь уже вот у меня откручено такие удобные знаете и гости пришли можно раза оторвать как полотенчик салфетки эти удобнее вытирать руки и у меня салфетки таких тоже на валу для рук тоже фикс прайсе покупала такие очень удобные салфетки здесь 180 штук открываешь и очень удобно открыл и много места на столе не занимает и как бы раскрывается все удобно дозировано вытягиваются вот ну и купила вот такие салфетки по и салфетки господи кульки внутри у них вот такие я не знаю как это называется но проволочки наверное да они вот так вот делятся эти проволочки так и здесь разделим еще как тут поделить слишком тонкие надо уметь еще их разделить ладно не буду время здесь отнимать потом разделю вот видите раз оторвало дальше беру кулечек он во первых такой плотненький этот кулечек видите какой в общем то достаточно толстенький рваться по поводу без повода не будет и вот у меня пряжа видите я не знаю то ли я ее порвала то ли она была порвала то вот здесь у меня четыре матка уже от того что я ее перекладываю да и не очень не уже она меня замучила туда-сюда выскакивает в эту дырку и пожалуйста я могу сейчас переложить эту пряжу чем я сейчас и занимаюсь вот такие все разорванные моточки нику не моточки а кулечки пакетики да я их от них избавляюсь и смотрите если вот закрывается вот таким вот образом сейчас покажу вот да я перекручиваю вот таким макаром и беру этой этой проволочкой и и таким образом закручиваю и и все вуаля все теперь у меня это не выпадет а когда надо будет я прекрасно могу посмотреть как оно выглядит вот этот пакетик у меня просто раскрылся да и я ему сюда прилепила скотч просто-напросто в общем занимаясь тем что вот это уже закрутила тоже это тоже рассыпается мало того что сыпется это лиза и дива так она еще и у меня тоже с пакета выскочила а вот такой пакетик это у меня был уже пакетик это мне прислала моя подписчица из ростова мне вот такую прекрасную пряжу да и тоже выскакивает пакет открытый он без конца выскакивает моточки из него я просто скотчем обмотала и вот пусть ждет своего времени в общем навожу порядок в своей пряжи чтобы у меня было все как положено потому что надоело то что у меня раскардаш я этого вообще не люблю и так аккуратненько сложишь и оно будет вот видите все это и место не будет не занимать и не будет перекручена потому что когда на полочку туда нужно вытянуть я же знаю какая у меня пряжа есть да и и нужно какую-то вытянуть какую я там решила а ее и не вытянешь потому что она то там моточек то там я знаю что у меня должно быть столько на самом деле столько почему-то нет приходится перерывать все абсолютно для того чтобы найти то что нужно так что я пошла заниматься этими делами а вам желаю хорошего вечера и до новых встреч до новых видео с вами была ирина